На День Миста и День Незалежности Украины в Харькове открылся Минский пикник Сар-Жен-Яр в станции метро-ботанический сад. Основные масштабы здесь не такие большие, как на Латунской стрелке, но тоже в Мисте можно немножечко провести свое время. Немножечко прикусить. Я желаю себе даже покупаться в Сар-Женом Яру. Несмотря на то, что День города уже состоялся, в Сар-Женом Яру продолжается реконструкция главного павильона, где можно набрать воды. И вот интересный момент для киевлян особенно. Будет интересно, как в Харькове убирают улицы. У нас давно уже практически не встретишь дворников с метлой. Это просто рудимент уже в Харькове. И когда в Мариинском парке по утрам видишь человека, метущего дорожки метлой, харьковчанам это кажется просто дикостью какой-то. Сар-Жен-Яр. Примерно так в Харькове горожане проводят свои выходные. Здесь есть место, где можно искупаться. Хотя вода довольно прохладная, постоянно температура около 8 градусов. Особенно многолюдная здесь, когда празднуют крещение. Очереди стоят на полчаса вперед. Ну и конечно же здесь можно набрать воды. Очень много жителей окрестных домов, студенческих городков. Идут сюда, чтобы набрать водички для питья. Ну такие вот точечки. В Киеве обычно люди используют бюветы. Но в Харькове бюветы не столь популярны. Но есть несколько источников центральной части города. Еще здесь есть небольшая действующая церквушка. И конечно же цветочные часы. Причем в парке работает Wi-Fi. В парке Горького уже много народу собралось. Хотя в основном мероприятия будут проходить ближе к вечеру. Здесь уже практически аншлаг. Мы посмотрим, что творится в центральной части города. На Денисто в Харькове открыли новый памятник. Атаману Ивану Серкову. Наверное все-таки по стилистике это один из лучших памятников в городе. Причем скульптор, его создавший ридный местный харьковский скульптор. Поэтому традиции как бы здесь соблюдены. Очень так реалистично получилось. Главное расположение очень подобрано удачно. Метро Майден Конституции. Курсадский спуск. Здесь когда-то располагались валы Харьковской крепости. Оборонные сооружения. И вот как раз на одном таком возвышении станция метро Площадь Конституции поставили этот памятник. Но только вчера его открывали на День города. На флаге изображен старый герб Харькова. Натянутая тетива лука. Ну такой вот орудийный лафет. Прикольненько. Прикольненько получается как-то. День города запустили экскурсионный трамвайчик. До сих пор довольно юркий. Специальное место в городе, возле которого нужно всем фотографироваться. А здесь все специальные каплицы. Можно узнать когда следующий трамвай. Прикольненько. Продолжение следует...